сегодня в выпуске лукашенко займется тереблением долгунца я своих соседей там теребил дожинки вместо нового года пойду омон и всем гамон поляки хотели отравить тараканов или таракана это то что тараканов траве фрау меркель позвонила лукашенко аж два раза и это сразу подняло белорусского диктатора в его глазах и среди его окружения добилась ли чего фрау ангел от хер александр неизвестно но критику к себе она вызвала в этой связи прошли даже акции протеста в частности белорусы протестовали в киеве и в варшаве в киеве белорусы прошли с майдана независимости к посольству германии а в варшаве собрались у белорусского посольства причем не только оппозиция недовольна звонками меркель лукашенко тоже обвиняет и ангелу и евросоюз и штаты во всех грехах ну да режим лукашенко и с этим режимом вам придется иметь дело господа опы и другие сидящие там за границей и подкармливаемая рукой соединенных штатов америки прежде всего вот и смерть не получилось договориться может под эту музыку лукашенко и станцует потому что западная ему не подходит я не танцую под вашу музыку я провожу независимую политику и от вас и от кого угодно это американцы вот аналитчан от евросоюза я вижу свой народ но вы что скажете что я своих соседей там теребил соседи не надо теребить лучше пусть занимается тереблением долгунца в гомеле украсили трактора огромными бантами перепутали с новогодней елкой а может эти трактора не настоящие а своеобразные новогодние игрушки это новая традиция такая появилась ее надо развивать пику немцам это ведь они в свое время придумали на новый год елки украшать а поскольку с немцами сейчас отношения испортились вот мы и будем вместо елки трактора украшать а вместо нового года навязано нам европой будем праздновать наш славянский праздник дожимки все равно сельхоз работы у нас до конца года еще продолжаются и украшение из овощей хорошо смотрятся например флаг из перцев а помидоры со сметаной надо запретить экстремистские цвета как никак только щеном украшать не надо а то коровы придут на праздники все испортит в бобруйске коровы пришли к зданию городской поликлиники зачем коровы не объяснили а хозяина с ними не было с виду животные были сытыми и здоровыми не чита колхозному быдлу все коровы идут с поля все хромают и два ноги тянут в клинику не мешало бы обратиться руководству следственного комитета который продолжает жестить и возбудил дело о потерпевших мигрантах потерпевшими признаны уже 132 человека из числа мигрантов а за прошлогодние события когда потерпели тысячи белорусов следователи не возбудили ни одного дела или у них со зрением плохо или с головой не дружит точно в клинику надо но сейчас вся страна превратилась дурдом на полесье в пинске святили дороги в смысле не осветили то есть не установили на дорогах электрические фонари окропили их водой так дешевле и надежнее решили в пинской гаи батюшка святил аварийно опасные участки дорог и порядок аварий станет меньше можно было и польским пограничникам порекомендовать позвать ксенза и святить проблемные участки границы но вера у них слабая в этом их обвинил депутат российской дуры упростите думы виталий милонов что делал иностранный депутат на белорусской границе непонятно видно сыра объелся и посчитал что беларусь уже в составе россии насчет достоверности этой этикетки в интернете идут споры но милонов точно этот сыр попробовал и объелся или сыра или белины он пугал поляков что его союз будет отбирать у них детей и отдавать однополым семьям но все же поляки видно использовали святую воду водометах иначе почему и в имени гаврилы лицо горело вот что крест животворящий делает в белорусской милиции прошла оптимизация расформировали главное управление идеологической работы сейчас это просто управление в составе другого главного управления не справились идеологи в погонах со своими обязанностями вы не оправдали оказанного вам высокого доверия идеологов кого отправят на пенсию кого на другую работу в этой связи милиции можно посоветовать использовать опыт глубокского жкх где несколько лет назад идеолога отправили на свалку в смысле работать начальником свалки ну а мусорским идеологам на мусорке самое место а вот там он сокращать не будут красавцы там нужны и праздник свой не недавно отметили о преимущества службы в омоне у лукашовок хочу познакомить вот у лукашенко мой мы уже с матью думали что у меня будет сходца тонку дурачком рос писавши до 3 класса а лишь ай или а лишь вон ничего пошел глядя работу нашу бачка ему работу дал за бачку за бачку если с омоновцами все хорошо то вот ситуацию с водителями в жлобине хорошей не назовешь жлобин автотранс пока безрезультатно продолжает поиск сотрудников в автобусный парк срочно требуется более 30 водителей около 10 кондукторов но мало желающих работать по графику в две смены при зарплате 800 рублей для водителей и 600 для кондукторов она больше у государства нет средств надо содержать солдат гибридной войны мигранты с белорусско-польской границы которые переместились из полевого лагеря в логистический центр вот для чего оказывается логистические центры нужны помимо горячего питания получают суточный паек паек входит три роллтона два пакета молока две банки тушенки две рыбные консервы палка колбасы и буханка хлеба по одной пачке печенья и вафель а также гранат такой пакет с едой весит 4 килограмма пайки раздают по линии белорусского красного креста горячее мигранты получают как минимум один раз день к ним также приезжают автолавки одна из них доставляет ежедневно 1250 блоков сигарет связи с этим можно не заниматься контрабандой а продавать туристам точнее рядовым войны с европой тем более лукашенко еще обещает подвести туристов наконец-то беларусь нашла способ развивать туризм ежедневно мигранты получают две тонны каши на обед и 8 тонн консервов и фруктов как утверждает белорусская пропаганда один мигрант обходится в 60 рублей в день где уж тут на зарплату водителям и кондуктором взять солдат надо кормить это лукашенко как пограничник знает а в нарушении границ он обвинил журналисты bbc почему на нашу территорию стреляли ты знаешь что нельзя даже оружие поворачивать сторону сопредельной территории почему об этом не написал почему вы лили воду из водометов на сто метров с ядохимикатами на нашу территорию это нарушение государственной границы я вам говорю как пограничник я на той границе служил я знаю там каждый метр там моя застава надо еще и в западных ветрах обвинить что дождливую погоду приносит и вдобавок лукашенко заявил что травить его хотели вы туда ядохимикаты подмешали пестициды и гербициды это то что тараканов травят по словам лукашенко это во всем польский офицер виноват правда фамилию его не назвал хотя сам от стива розенберга требовал назвать фамилию солдат что перерезают для мигрантов проволоку подошел польский офицер и начал объяснять слава богу мы это засняли там даже голос слышен что вот таким образом надо сделать пункте пропуска подать заявление и мы его рассмотрим и так далее то есть он их фактически направил в этот пункт пропуска и они все снялись и туда пошли дальше что было следующий эпизод никам не были они стали на колени перед этими польскими офицерами понимая что их уже пропустит наверное или заявление возьмут они стали на колени извинились перед ними что неудобства создали и начали просить их пропустить стали на колени и пропустите оказывается так можно а я как дурак визу прошу а проще же упасть на колени на границе и попросить потребовать пропустить они пропустят камни в них или бровно пошвырать и так не пропускают так значит сволочи они бессердечные и вообще европа на него молиться должна молиться на нас должны до сих пор молиться потому что мы воевали против фашизма вроде в коалиции с вами вы не помните помните дядьку который с сигарой все время ходил и курил и у нас с трубкой вы этого не помните вы за вторую мировую войну с белорусским народом ничего не разобрались не рассчитались за те потери которые мы понесли что он сам курит причем тут англия и разве поляки развязали вторую мировую скоро и гитлера будут цитировать но пока на границе службу несут мигранты своим пограничниками выпить не грех но лукашенко может сказать что это видео не настоящее обычная фальсификация фальшивка самое настоящее сфабрикована в польше и все это говорит человек называющий себя президентом они наполеоном из шестой палаты дурдом в россии возбудили уголовное дело против жителя мордовии за отрицание праздников 8 марта и 23 февраля николай пескунов опубликовал во вконтакте статью в которой раскритиковал эти два дня праздника к неудаче автора на его шедевр наткнулся у первополномоченный солдаткин он в отличие от николая всегда рад что-нибудь отпраздновать и поэтому собрал материалы написал и рапорт начальству и передал дело в следственный комитет теперь солдаткин может праздновать раскрытие сложнейшего дела а с особо опасного преступника пескунова взяли подписку о невыезде пескунов тот еще перец считает себя гражданином советского союза но за отрицание праздников уголовка это уже перебор видно успешно перенимают опыт так называемых следаков из беларуси на сегодня все продолжаем наблюдение пациенты жестоко жестят спасибо за поддержку ставьте лайки пишите комментарии делитесь этим видео с друзьями и